Пионеры уж не те. В ближайшие выходные будет отмечаться День общественных детских объединений. Несколько десятилетий назад, 19 мая, официально назывался Днем Пионерии. Как помнят многие югорчане, в школьные годы они носили специальные значки и красный галстук помогали окружающим. Сейчас форму выбирают сами школьники, не носят галстука в цветопламени. Однако ценности подростков не меняются. Они, как и прежде, учатся помогать близким, изучают историю, воспитывают младших. Чем живут современные наследники советских пионеров в следующем сюжете. Он должен был быть ровным, квадратненьким. Вот этот уголок, он получался чуть подлиннее, этот поменьше. То, о чем я вам говорила, он символизировал пионеров, этот комсомольцев, а тот, который был на спине побольше, вот это вот будущие коммунисты. Как правильно завязывать пионерский галстук Марина Барбашина запомнила на всю жизнь. В детстве она была и октябрёнком, и пионером. Сургутянка гордилась тем, что носит школьную форму, красный галстук и значок. В преддверии дня пионерии она решила рассказать школьникам о пионерском движении. Амблева на пионерских рубашках их одевали, ну, не только в торжественных случаях, но и когда повседневные, вот в обычные дни, во время учёбы. Она тоже была символикой пионерской организации. И вы же представляете, да, когда все одинаково одеты, как красиво смотрелась большая команда пионеров. На смену пионерской организации пришли детские общественные движения. Например, жуковцы. Юные активисты углублённо изучают историю, семейные реликвии, археологические находки. Помогают воспитывать чувство патриотизма у своих сверстников. И ассоциируют себя с пионерами. Пионеры — это те, кто действительно любит свою родину. Они как-то делают что-то для него без какой-то корысти. Это, можно сказать, какое-то волонтёрское движение, как я сейчас вижу. Мы чем-то похожи на пионеров нашей сплочённостью, нашими усилиями. Всего в Сургуте почти 10 детских общественных объединений. В них состоит около 10 тысяч детей. Среди них экологи, юные инспекторы дорожного движения, защитники природы, пожарные. От своих предшественников, пионеров, они отличаются и формой, и уставом, и идеологией. А вот цель, пожалуй, остаётся неизменной. Современные активисты, так же, как и пионеры Советского Союза, помогают старикам, не обижают младших и стараются учиться хорошо и отлично.